Кондитер-дети Это самое сладкое шоу на российском телевидении Кондитер Я вам хочу представить свой торт Панчо Там есть хруст-бизе? Какой безе? Это же Панчо, Ренат Лиманович И сегодня за звание лучшего кондитера страны Будут соревноваться дети Сколько тебе лет, Курам? Каспадин Таких чудо-деток вы еще не видели Вау, это стиль Как это реально сделать в 11 лет? Я просто люблю готовить Своими руками они творят настоящие кондитерские шедевры Вот это разрезик Нет, это не разрез, Ольга Это разрезище Сто процентов да! Мы в финале! Они еще покажут всем взрослым Кто тут настоящие супер-профи? Смяу Ну так Запомните мое грезное лицо! Минус один участник, будет полегче Да Это кондитер-дети Это ужин кондитера страны Добро пожаловать в наш сладкий мир! Добро пожаловать в самое сладкое, самое карамельное шоу страны Это кондитер-дети И сегодня за звание лучшего юного кондитера будут сражаться тинейджеры Мы ждем сегодня какие-то нереальные вкусы И именно дети на это способны Безусловно Я уже в предвкушении Добро пожаловать в наш сладкий мир! Первый участник, мы ждем тебя! Ааа, это ты! Мы его знаем! Мы его знаем! Пожалуйста, Ренат Лемарович, я положила в этот торт ягоды Вы положили на этот проект Увидимся в следующем сезоне Итак, это новая серия самого вкусного и сладкого шоу страны Кондитер И в руках у меня фартук, который я даю только достойным участникам. Поэтому давайте пробовать мой торт Панчо. Блин, ты такой клёвый! Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Алексей, я из города Фрязино. Панчо это самый мой любимый торт, поэтому я решил приготовить именно его. Давайте резать. Хорошо. А давайте поменяемся местами. Ренат Лемарович, я вам хочу представить свой торт Панчо. Из чего вы его делали? Там всё съедобное. Там есть хруст безе? Какое безе? Это же Панчо, Ренат Лемарович. Ну, просто я очень люблю безе. Мне очень нравится его хруст. А при чём есть хруст безе, когда это Панчо, Ренат Лемарович? Это же сметанный торт. Да, я помню, готовил его как-то раз. Режем. Тихо, тихо, не пацан! Не надо! Надо, чтобы он упал. Так, спокойно. Тихо, тихо. Теперь быстро кладём! Быстро кладём! Быстро кладём! Что вы не кладёте-то, ну? Точно всё? Давайте. Это что, у вас волос там? Это волос? Это кисточка. Ренат Лемарович, ну, пожалуйста, могу я положить уже? Да, кладите быстрее. Ну что, ну что вы делаете? А вы встаёте сюда. Конечно. Ренат Лемарович, что с вами произошло? У вас какие-то куски большие стали. Не глотается, Ренат Лемарович? По-моему, ужасный торт. Я полностью с вами согласен, Ренат Лемарович. Торт в этот раз у меня не получился. Потому что покупной? Потому что там нету крема. Я думаю, что вряд ли можно купить настолько ужасный покупной торт. Торт Панчо – торт сметанный. А это называется пряник. И что же вы пришли с этим тортом на наш проект? Ренат, я помню нашу первую встречу, где ты готовил именно торт Панчо. Это была сама сочность. Столько крема, вот не пожалел ни для кого. Здесь действительно всё идёт в разрез. Сухо, крема нету, ананасы ужасные, всё плоско. Я говорю нет. Ольга. Я говорю нет, потому что он сухой. Ну я так старался, Ольга. Простите, простите, простите. Ну дайте мне шанс. Слёзы у него уже. Ну пожалуйста, дайте мне шанс. Не дадите шанс, я вам этот торт на голову одену. Дайте мне шанс, ну пожалуйста. Ну дайте мне шанс. Не перебивайте, Рената. Рената. Этот фартук я даю только тем, кто достоин финала. Я достоин финала. Поздравляем, вы в финале. Давай поменяемся. Лёш, первое, спасибо огромное за то, что являешься фанатом нашего проекта, то, что делаешь пародии. У твоих видео миллионные просмотры, и это очень круто. Но в данный момент мы оцениваем работу, которая стоит на столе. Снаружи он похож, но внутри очень сухо. Ты сам это видишь, я думаю, прекрасно. Я хочу тебе дать шанс. Поучаствовать в финале, наверное, я надеюсь. Я хочу вручить тебе фартук. Вот этот. В этом сезоне он бумажный. Всё, я понял. В следующем сезоне он будет настоящий. Но только в случае, если ты сделаешь достойный торт. Хорошо. Договорились? Да. Этот фартук ваш. Алексей, держите. Спасибо. Да, ты крутой. Ну что, в этот раз мне не удалось выиграть. Но в следующий раз я хочу прийти и достойно выступить. И получить уже не бумажный фартук, а настоящий. Наш дорогой участник. Добро пожаловать. Ждём тебя. Удиви нас. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня зовут Максим. Мне 14 лет. Я к вам приехал из города Кимоск, Тульской области. Занимаюсь кондитерским делом около трёх лет. И также занимаюсь эстрадным вокалом. Вау. Открой две ноты. Кондитер, дети. Итак, что внутри? А, внутри очень нежный, вкусный, сливочный бисквит. А ты можешь то же самое только спеть? В моём торте состоит сливочный, вкусный бисквит. Также там очень вкусный клубничный мусс и клубничное конфи. И, конечно же, крем-чиз. Как ты добился вот этого эффекта старины, ну, вот потресканные вот эти штучки? Старины? Вообще так это не должно было быть. Так как крема было мало-то... А кто тебе не дал крем? Не домазал. Ну, давай резать тогда. А на самом деле, спел про торты так себе, я тебе скажу. Ага. Мог покруче спеть. Но у меня ощущение, что перед нами юное дарование. Этот торт, мне кажется, должен быть очень вкусным. Красный это что? Клубничный конфи. А откуда там косточки малины? А клубники тоже есть косточки. Замечали? Нет, косточки малины откуда здесь? Нету косточек малины. Косточки клубники. Косточки малины. Клубники. Косточки малины. Клубники. Косточки малины. Клубники. 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 Девочки, мне кажется, что сейчас вы попробуете облако, а не торт. Не хлебокомбинат, да? Я на себя беру клубничку. Итак, Нина. Торт простой по вкусу, но он для меня идеально сбалансированный. Не сладкий, в меру пропитанный, воздушный, прекрасный бисквит. Клубника не вот этого серенького цвета, она прям яркая, хорошая. Молодец, вытянула ее, потому что клубника не простой продукт. Я говорю тебе да. Спасибо. Клубника шикарная, как в муссе, так и в конфи. Домашняя, не магазинная. Крутой бисквит, сочетание вкуса, хоть и простое, но выполнено очень грамотно. Спасибо, я говорю тебе да. Спасибо большое. Максим, работа профессионала. Единая цельная композиция, которая абсолютно сбалансирована по вкусу. Однозначное да, вы в финале. Спасибо, можно вас обнять, пожалуйста. Я в финале, можно спеть вот это, я в финале. В общем, я в финале. Вы не ожидали, но я в финале. Фартук мой и победа будет за мной. Следующий участник. Давай, Мишленовский кондитер, заходи. Да. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 15 лет. Я из города Подольска. Я пианистка, я уже 10 лет занимаюсь музыкой. В свободное время готовлю торты. И сегодня я вам принесла вот этот самый нежный, вкусный медовик, состоящий из 29 коржей со сметанным кремом. Скажите, сколько клавиш фортепиано? Я не считала, я не помню. За 10 лет вы не смогли ни разу почитать? Нет, ну, около 90. А сколько у вас слоев? Около или точно? Точно 29. А, ну то есть все-таки вы как кондитер более точно. Да. Давайте резать. Беленька, это что? Это маршмеллоу. Кто делал? Покупное. Почему покупное декор? Вы же пришли претендовать на звание главного кондитера страны. Я так рассчитывал, что у вас все сделано вашими руками, а, к сожалению, половина торта сделали не вы. Нет, не половина. Секундочку. И верхняя часть торта сделана не вами. Ну, только верхняя, но не половина. Режем. Ой, Настенька. Настенька, я вижу, к сожалению, брат. Почему? Потому что это изделие тортом назвать нельзя. Почему? А давайте вы сами ответите на этот вопрос. Ой-ой-ой. Вы знаете, что он вилкой даже не проламывается? Скажите, как есть. Он влажный, но почему-то... Но почему-то сухой. Но влажный. Но при этом сухой. Ну, как-то да. Имеет смысл нести, дегустировать? Нет. Есть шанс, что этому торту члены жюри могут сказать да? Хоть один шанс есть? И какой-то один голос точно может быть. Нина, давай начнем с тебя. Итак, коллеги Анастасия очень надеются на... Ваше мнение на ваш голос. 29 слоев ты смогла сделать, а крема достаточно не успела. Успела. А где он? Он впитался. Во-первых, не приветствуется покупной декор, и маршмеллоу никак не сочетается с самой идеей медового торта. Коржи сухие, непропитанные, очень жесткие, и отдают сильно содой. Крема я вообще не нашла. Я говорю нет. Ольга? Абсолютно согласна с Ниной. Я говорю нет, прости. Я пошел вам навстречу, дал продегустировать членам жюри, но на самом деле здесь все очевидно. Я тоже говорю нет, присоединяюсь. Мне кажется, пожалели чуть-чуть крема. Проанализируйте все свои ошибки, и в следующем году приходите уже крутой олимпийской чемпионкой. Договорились? Хорошо. Спасибо, забирайте тортик. Сейчас у меня не получилось, но в следующем сезоне я приду и сделаю торт намного лучше. Следующий участник. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из города Омска, меня зовут Тамара Абраменко. Вот такой вот я тортик делала своим родителям на годовщину свадьбы. В этот торт входят шоколадные коржи, сливочная пропитка, чизкейк без выпечки, и, собственно, шоколадный крем, и шоколадный крем на покрытие. А лет вам сколько? Мне 15 лет. Забыли чизкейк отпечь, да? Нет, это специальный рецепт без выпечки. Сливочная пропитка из чего сделана? Молоко, сахар, вода. А какое соотношение молока и сахара в пропитке? Два к одному, молока два. Давайте резать. По декору, конечно, себя не показали, но ощущение, что торт очень вкусный. Выглядит потрясающе. Тамара. Ой-ой-ой, какой разрезик шикарный. Попробуйте, пожалуйста, сами. Очень нежный, шоколадный. Молочный или черный? Молочный. Или черный? Молочный. А вот этот слой под белым, это какой слой? Что там? Это шоколадный крем. На основе какого шоколада? Молочного. Или черного? Молочного. А бисквит молочный или чёрный? Бисквитный какао. Внешне вот прям хочется его съесть. Какая красота! Первое, что я хочу сказать, это про молочный шоколад. Я не очень рекомендую его использовать в десертах, потому что он привносит много сахара, много сладости, но даже цвет оттенка у него получается не такой насыщенный. В идеале всегда подходит горький шоколад, но в данном случае мне очень понравился твой торт. Идеальное соотношение вот с этой крем-чизовой прослойкой, пропитанный, яркий, вкусный. Я тебе говорю да. Твой торт теперь у меня в топе шоколадных тортов. Молочный шоколад. Как нужно это использовала? Чизкейк без выпечки. Идеальный бисквит топовый. Короче, мне не к чему придраться. Я говорю да. Мы же с вами коллеги, можем относиться к другу как коллеги. Коллеги с коллегами делятся рецептами, вы знаете? Да. Вы можете мне дать рецепт этого торта? Могу. Тогда я вам скажу да. Нет, я еще не сказал. Тамара, торт очень крутой, вы крутая. Тамара, очень крутая. 15 лет так готовить, просто пушка. Однозначно да, вы в финале. 100% да! Вы в финале! Спасибо! Я очень рада, что прошла в финал. Это была моя мечта, и она теперь исполнена. Гениальный, безумно талантливый тинейджер! Let's go! Come on! Everybody! Здравствуйте! Здравствуйте! О, ребят, ты парень! Меня зовут Настя, я из Калуги, мне 15 лет. Для вас я приготовила медовик. Все, можно попробовать. Но на самом деле, у Билла наповал, она может больше ничего не говорить. А сколько слоев в вашем медовике? Можем разрез увидеть. А, не считали. Вы не считали? Нет. Сколько слоев в вашем Ренате? Один. Один? Целостный. Он целостный. Все мне нравится, кроме ножа. Нож какой-то, вот все-таки он похож на стамеску больше, я не знаю. Не похож на нож. Почему? Потому что у нас мастики. Окей, давайте резать. Настя, как давно вы печете? Только честно. Семи лет. С семи утра, я думал. Боюсь, что очень сухо. Не сухо. Сухо? Нет. Можете попробовать? Когда вилкой берешь, ощущение, что мягко, конечно. Очень вкусно. Вилка какая-то очень уверенная. Бывает. Да? Да. Итак, Нина, дегустируем. Для меня торт пропитался. Он нежный. Хотелось бы чуть побольше крема, чтобы еще большую сочность добавить. Но в целом торт домашний, хорош. Я говорю, да. Спасибо. Коржи не мучнистые. Это прекрасно. Крема достаточно. Я говорю тебе, да. Очень вкусно. Спасибо. Анастасия. Анастасия. Вы стопроцентный. Конечно. Вы стопроцентный финалист. Стопроцентный. Разрыв. Устройте всем разрыв в финале. Да, пожалуйста. Я прошла. Я в финале. Я очень рада. И в финале я вам докажу, что я способна на большее. Наш дорогой участник. Удиви нас. Мы ждем тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Коробка яиц. Добрый день. Меня зовут Егор Головнев. Мне 13 лет. Это торт. Морковный торт Беттон. Почему он такой маленький? Потому что сейчас это в тренде. Это в тренде. Маленький торт, это в тренде. То есть это на один зубок? Да, прикольно. На одного, на трех человек. Да, прикольно. Крем-чиз. Пропитка сметаны со сгущенкой. Орехи грецкие. Добавил еще кешью для мягкости вкуса. Торт вкусный? Да, вкусный. А что в составе? Бисквит, морковный, крем-чиз. Хороший? Хороший. Чем отличается от тысячи других крем-чизов? Потому что он бомбический. Бомбический? Да. Дальше. Пропитка. Пушка? Пушка. Режем? Режем. Режем. Прилипла, да, бумага? Что там происходит? Ну, скажи, что там рассматриваешь? Там что, телек? Все нормально. Бисквит сухой? Нет, мокрый. Кто его намочил? Я. Зачем? Что, он вкусный был? Итак. Нина, дегустируй. Непропеченный бисквит, сырая морковка. Пока все, что я почувствовала. Этот торт не дотягивает до финала. Я говорю, нет. Нина. Морковный бисквит, он отличается яркостью, насыщенностью. Здесь морковка не чувствуется совершенно. Из специй, пряностей я почувствовала только молотый черный перец. Бисквит не пропекся, он клеклый, крема мало. Я говорю, нет. Есть замечания к изделию. Коллеги мои все озвучили. Действительно, чуть-чуть не доработал. С бисквитом, с кремом надо поработать. Уверен, в будущем ты просто станешь легендой. Приходи в следующем сезоне, учись, развивайся. Пока рановато. Хорошо. Но ты на правильном пути, Егор. Я еще начинающий кондитер. Буду расти в этой сфере, развиваться. И у меня все еще получится. Следующий талантливый участник. Здравствуйте. О, я чувствую, будет очень вкусный торт. Меня зовут Рябкова Ульяна. Мне 16 лет. Я из города Москва. Для вас я принесла свой тортик, оформленный в виде ящичка. И прошу обратить внимание, абсолютно все текстуры были сделаны вручную. Не использовались никакие ни плунши, ни экструдер, ничего подобного. Все руками. Без экструдера? Конечно. А земля это что? Бисквит. А как вы добились земельного цвета? Использовала какао. Это какое растение? Волшебный цветок. Где, кстати, пестик? А он же волшебный цветок. А где тычинки? Тут нет пестика, тычинка тоже нет. А в начинке что здесь? Морковный тортик с крем-чизем на сливках и марином конфи. Сочетание должно быть вкусное. Лена, скажите, почему у вас бисквит не пропекся? Пропекся. Не пропекся. Почему? Откуда вы знаете? А я прям чувствую, потому что я вижу, торт покосило немножко. Ни в коем случае. Давайте резать. А мне это у колорадского жука нет. Откуда ему тут взяться? Ну как, это же картофель. Морковный торт должен легче резаться. Ну здесь же есть мастика, и мастика препятствует. Моя интуиция говорит о том, что этот торт очень сухой. Я вам сейчас дам, вы поймете. Попробуйте, пожалуйста, сами. Мягкий вкусный бисквит. Он не мягкий вкусный бисквит. Он очень сухой. Он мягкий. Он же вилкой не режется, у Лены. Режется. Не режется. Но мы уже отрезали. Попробуйте, пожалуйста. Попробую. Я-то, конечно, один крем взяла. Ульяна. Мне очень жаль. Ульяна, хорошая задумка. Визуально, внешне хорошее исполнение. Но внутри где-то у тебя пошла ошибка. Бисквит действительно рыхлый, слишком рассыпчатый. Крем вкусный, но его мало. И мне на послевкусие какой-то горечью отдает. Я не могу понять, что это. Что за орех тут? Грецкий орех. Либо сода. Либо сода. Да, вот прям горечью в горле вот сейчас стоит эта горечь. Поэтому, к сожалению, над рецептурой еще нужно поработать. Я говорю нет. Хорошо, спасибо. Я тоже говорю нет. Мне в бисквите что-то попадается на зубы. Я думаю, что это, наверное, грецкий орех. Может быть, какой-то некачественный. Бисквит сам по себе, Ульяна, очень вкусный. Мне вот нравится, что он пряный. К сожалению, что-то еще нужно с рецептуры сделать, чтобы он был однородный. Но декор просто невероятный. Не каждый взрослый сможет сделать такой декор. Но пока я говорю нет. Ульяна, сразу понятно, что у вас золотые ручки. Спасибо. Очень красивый, самое главное, атмосферный торт. Земля не вызывает ощущение, что она сделана из продуктов. У нас часто взрослые приносят на торте живые цветы. У вас все съедобно. Браво, у вас золотые ручки. Спасибо. С начинкой надо дорабатывать. Пока рановато. Говорю нет, приходите в следующем сезоне. Спасибо. Возможно, была допущена какая-то ошибка в ходе приготовления бисквита. Но я думаю, что это будет для меня лично огромной мотивацией работать дальше. Я обязательно пойду сюда еще раз в следующем сезоне. Будьте, я попаду. Наш талантливейший тинейджер. Выходи, удиви нас. Здравствуйте. Ни-ну-ничегося. Это бегемотик. Здравствуйте. Это Медведь. Ой, 3D, такое прелесть. Меня зовут Александрова Валерия. Мне 14 лет. Я приехала из города Крымска. Это Краснодарский край, да? Да. Класс. Поехали. В начинке у меня молочная девочка. Нежнейшая, наивкуснейшая молочная девочка. Ягодная прослойка там есть? Есть. Какая? Рыжовник, черная смородина, клубника. Давайте разрежем, потому что, мне кажется, это самая вкусная молочная девочка в стране. А, кстати, разрезик-то мягенький. Оль, вот при такой форме торта разрез-то мягкий. Нет, не может быть. Побольше кусочек, побольше. Ну, кстати, разрезик неплохой, но крема мало. Крема мало, Валерия. Нет, достаточно. Крема мало. Это вкусно. Валерия, пробуем. Вы чувствуете, у вас же он не режется, а рассыпается. Вот у вас не торт, а рассыпчатый какой-то песочек. Он нежный. Валерия, это Сахара. Валерия, это Сахара. Это молочная девочка. Это молочная девочка из сухого молока. Это нежная молочная девочка. А здесь нет торта. Торта тут. А в голове что? Кладка масла. Окей. Действительно, ощущение, как будто там сухое молоко и прям... В огромном количестве. В огромном количестве. Я не чувствую ягод совершенно. Просто один вкус из этого сухого молока. Я говорю нет. Жидковатая начинка. Она вся впиталась вместе с кремом в коржи. И получилась, правда, действительно вот такая вот кашеобразная масса. Не самая лучшая молочная девочка в моей жизни. Но мне хочется вас поддержать. Я скажу вам да. Спасибо. Декор неплохой. Но что касается начинки, эффект молочной девочки из сухого молока. Вот он такой же этот эффект сохраняется во рту. Надо дорабатывать. Валерия, дорабатывать. Валерия, говорю нет. Спасибо большое. Приходите в следующем сезоне. Спасибо большое. В этом году у меня немножко не получилось. Я буду дорабатывать и обязательно приду в следующий сезон. Юный гений! Заходи! Как мы с тобой синхронно, Оль? Ребята, ты можешь столько лет в месяц. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Даня, я из Москвы, и это мой ежевичный торт. В нем ванильный бисквит с добавлением ежевики, ежевичное конфи и крем-чиз с ежевичным пюре. Почему выбор все-таки в сторону ежевики? Она же вот не очень вкусная. Она очень вкусная. Она очень вкусная? На мой взгляд, да. Давайте порежем. Давайте. Очень, очень выглядит аппетитно. Режется хорошо. Ого! Ой-ой-ой, Даня, а почему вилка эта не разрезается? Разрежется. Пробуйте, Даня. Мне нравится бисквит. Не-не, можно доесть это? Вкусно. Посмотрим. Итак. Я должна с чем начать. Вау! Что это такое? Ой-ой-ой. Тут полиэтилен. Ой-ой-ой-ой. Ты забыл вытащить полиэтилен, котик. Ой, подожди, секунду, секунду. Это ты, наверное, забыл вытянуть. В пакетике, наверное, у тебя было завернуто, да? Я не знаю, как так случилось. Итак, Нина. Ягода действительно не самая яркая. Так получается что-то у нас темно-фиолетовое, но без особой кислинки, какой-то сладинки, без особой какой-то черты. Бисквиты для меня как будто не допеклись. Их много, прям много. Мне не совсем такой баланс приятен по вкусовым ощущениям, поэтому я говорю нет. Даня, мне очень понравилось, как ты сделал начинку. Ну, это, наверное, единственное, что мне понравилось. Очень плотный бисквит, крем жирноватый, но я бы хотела тебя поддержать. Я говорю тебе да, я в тебя верю. Спасибо большое. Даня, ты молодец, уверен, что члены твоей семьи в большом восторге от тех результатов, которые ты выдаешь. Но здесь мы ищем главного юного кондитера России. Эта работа неплохая, но до финала пока не дотягивает. По декору здесь вообще сложно оценить твои возможности. А что касается начинки, бисквит большой, хотя сочетание вкусов классное. Я очень хочу, чтобы ты прислушался и в следующем году пришел сюда, исправив все ошибки. Я говорю нет, приходи в следующем сезоне. Спасибо. Спасибо вам большое. Я очень рада, что я поучаствовала в этом интересном шоу. Жаль, конечно, что я не прошел финал, но я думаю, что нужно учесть все замечания жюри и прийти в следующем сезоне с хорошим тортом. Следующий участник, мы ждем тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой красивый торт. Меня зовут Варя, я из города Железногорска, Курской области. Мне 15 лет. Профессионально занимаюсь кондитерским делом полтора года. Уже профессионально. Ну, на заказ, да, изготавливаем. Даже на заказ делаете. Это мой фирменный торт. Здесь лавандовый бисквит, и он не будет как мыло. Сразу такая. Мы сразу выпали. Потому что сколько было, все были, вы говорили, похожи на шампунь. Здесь смородина черная. Боже мой, это моя любимая ягода. Мой крем. Здесь белый шоколад, сливки и творожный сыр. И ваниль. Режем, режем. Варвара, очень крутой торт, крутой дизайн. О-о-о! Unbelievable shock! Приятного аппетита! I'm shocked! О, какой разрез! Разрез шикарный, конечно. А у меня тогда сразу вопрос. Ты говоришь, что ты сама создаешь рецепты, балансируешь. А как ты понимаешь, что ты создала то, что нужно? Я не знаю, мне кажется, что это будет хорошее сочетание. У меня не было такого, чтобы он прям не получился. Я вас могу поздравить с дебютом. А как будет вам обидно, когда этот первый раз произойдет на федеральном канале в проекте «Кондитер»? Ну, вам же понравилось. Давайте послушаем членов жюри. Давайте. Действительно, черная смородина очень выигрышно, хорошо играет в сочетании с лавандой. Лаванда на отдалении чуть-чуть есть, не как мыло, не как шампунь. Торт хороший, я говорю, да. По мне, здесь слишком много сахара в начинке. И крем можно было сделать немного нежнее. Но если брать все в совокупности, это яркий, классный торт с маленькими недочетами. Я говорю тебе, да. Спасибо. Вы, не скажу, что первый, но один из тех редких участников, который смог сделать лавандовый торт, и нету ощущения шампуня во рту. Но здесь 100% выигрышно работает черная смородина. Варвара, однозначно да, вы в финале. Браво. Служу Российской Федерации и кондитерскому миру. Крутая просто чика-ци-ка-ци-ка. Спасибо большое. Ого, а мне так же теперь надо говорить, да. Ольга, спасибо. Я очень счастлива, что я прошла в финал. Этот торт, я была уверена в нем. Спасибо всем большое родным и моему братану. Итак, сегодня в финал выходят. Максим Виноградов, Тамара Абраменко, Анастасия Степанова и Варвара Паршикова. Им предстоит повторить один из сладких шедевров Рината Акзамова, приготовленный по специальному заказу. Итак, передо мной самые талантливые, самые яркие, самые крутые тинейджеры страны. У вас были хорошие работы, мы в вас поверили, поэтому вы в финале. Настало время показать все, на что вы способны. Мы ищем лучшего юного кондитера страны. И только один из вас попадет в суперфинал. Итак, коллеги, я хочу вас назвать именно коллеги, потому что передо мной взрослые, профессиональные, сладкие монстры. Итак, коллеги, внимание. Вам нужно будет в абсолютной точности повторить мой торт. О-о-о! Это было что-то очень невероятное. Торт, сделанный Ринатом Акзамовым, покрыт шоколадным велюром желтого цвета. Его украшают две фигуры роботов, выполненные из сладкой массы. А кроме роботов, в качестве декора по поверхности сладкого шедевра разбросаны мелкие детали – съедобные болты и гайки из шоколада. Я был просто в большом шоке. Цель был огромным, красивым и ярким. Два гигантских робота, очень красивые мелкие детали. Ну и за такое короткое время мы не понимали, как это вообще сделать. Ровно в 6 часов в этой студии появится наш звездный заказчик. Заказчик озвучил три пожелания, которые вы обязаны выполнить. Тот участник, который не выполнит хотя бы одно из этих условий, до финальной дегустации не допускается. Условие номер один. Здесь вам очень повезло. Готовьте ваш любимый торт на ваш выбор. Условие номер два. Две центральные фигуры роботов должны быть в обязательном порядке. Не одна, две. Условие номер три. На торте разбросаны мелкие детали. Эти детали тоже должны присутствовать на торте. Итак, задание вам понятно? Да! Давайте не будем тянуть резину. Вы готовы? Да! Не слышу! Да! Время пошло! Тинейджеры быстро разбирают инвентарь и продукты, чтобы приступить к изготовлению бисквитов. Так, сметана. Нужно сметану. Я начала выполнять свое задание с приготовлением бисквитов. Бисквит у меня сливочный. Максимка, о, скорлупа у тебя уже внутрь упала, да, туда прям, которую ты еще и не помыл. И прям куриный помет оказался в бисквите. Не забудь вытащить куриный помет! Чистые яйца. Да, можешь это спеть? Яйца чистые. Сделано, наверное, 10. Я очень хорошо знаю эту рецептуру, и поэтому выбрал я ее, чтобы не перемудрить. В бисквит добавляю муку, и сейчас я это все отпеку. Сейчас я замешиваю тесто на шоколадный бисквит. Я уверена в нем, так как это мой фирменный рецепт. У меня будет торт Шварцвальд. Это немецкий торт на основе шоколадного бисквита, творожного крема и вишни. Я была уверена, что понравится и заказчику, и жюри. Сейчас я делаю тесто на классический бисквит. Я смешала яйца и сахар, развиваю до пышности. Я выбрала классический бисквит, потому что он самый простой, и его рецептуру я точно знала, и точно знала, что он получится. Месю бисквит. С любовью вымешиваю бисквит. Он получится нежным и воздушным. Я доготавливаю бисквит, и сейчас уже буду его ставить в духовку. Я выбрала самый простой, ванильный. Этот рецепт я выбрала, потому что он не всегда получался. Я знаю, как его делать. В лидеры выбиваются Анастасия и Варвара. Они уже поставили свои бисквиты в печь. У меня косяков не было. Я замешала тесто, взяла в два кольца, отправила в духовку. Какой же крем для своих тортов выберут финалисты? Начинка была из цельной вишни. Я сейчас провариваю вишню с сахаром и крахмалом до загустения. Потому что вишня и шоколад – это неповторимое сочетание и всегда выигрышно при любых обстоятельствах. А сейчас займусь шоколадным кремом. Я решила сделать новый крем на основе темного шоколада и сливок. Сейчас я довожу сливки до 60 градусов, заливаю их шоколадом и убираю в холодильник для стабилизации. Надеваю венчики на миксер и буду взбивать крем-чиз. Для торта я выбрал крем-чиз, потому что он по структуре очень плотный, вкусный, проверенный и вообще классный. Да что такое-то? Сейчас я пробиваю чёрную смородину для своей начинки. Я взяла чёрную смородину, так как ягода даёт в торте кислоту. Я добавила желатин в свою смородиновую начинку, для того, чтобы она была стабильной и не вытекала из торта. Готовлю клубничное конфи. Будет очень вкусная начинка. И именно на кастинге у меня тоже была такая же начинка. Она проверена, и поэтому я решил сделать то же самое. Добавил сахар и крахмал для загустения. Я выбрала карамельный крем, потому что я посмотрела на других учеников, они делали все ягодные прослойки, и я решила выделиться и сделать начинку с пралине. Ну, эта начинка будет более выигрышной. Я сейчас буду вливать сливки в карамель. Сливки я не доводила до кипения, они у меня холодные, поэтому сейчас будет всё шипеть. Шипит! Карамель получилась просто супер, вкусная, сливочная. Дальше я порубила орешки. Сейчас я перемалываю орехи, грецкий и фундук. Шпателем всё, что нашла, и буду отправлять их в духовку, чтобы они поджарились. У нас не было ограничений по начинкам и кремам. Я выбила ганаш на тёмном шоколаде. И потому что он хорошо сочетается с чёрной смородиной. Нас ждёт пушка. Юные финалисты уже вынимают свои бисквиты из печек. Настало время собирать торты. Испёкся уже первый бисквит. Я им доволен очень. Хороший, пышный получился. Я испёк белый бисквит, и потом я посмотрел и решил сделать торт ещё чуть-чуть побольше. И решил сделать быстренько, пока ещё есть время, ещё один бисквит. Но шоколадный. Где сахар? А где какао? Кто знает. Максим решил рискнуть и допечь ещё один ярус. А в этот момент его соперницы уже собирают торты воедино. Сейчас я занимаюсь сборкой своего торта. Он будет состоять из четырёх коржей шоколадного крема, начинки. И ещё я добавлю тёмный шоколад. Сборка торта прошла отлично. Ничего никуда не поехало. Крем не поплыл. Сейчас я приспила к сборке торта. Немного отстаёт от варя. Но зато у меня обычный бисквит, очень вкусный крем, поджаренные орехи. И сейчас всё залью солёной карамелью. Слой крема с карамелью, потом сама карамель и уже орешки. Ну, это просто было бесподобно. Это очень вкусно. Я в этой начинке уверена, поэтому я должна выиграть. Я пропитываю свой бисквит. Затем я буду взбивать свой ганаш шоколадный. И покрою им торт. Выложу свою смородиновую начинку и положу второй корж. Итак, наши юные кондитеры. У вас всего один час до окончания испытания. Как же обстоят дела с вашим декором? Попытаюсь робота слепить. Нашла светодиоды. Достаточно прикольное плечо. Декор пришлось собирать из подручных средств. Это были пластиковые палочки, мастика, светодиоды. С мастикой я работала не в первый раз. Самое сложное в изготовлении робота – это, наверное, сам каркас. Потому что он должен хорошо держаться на торте. И я нашла какие-то палки. Все это начало скручивать. Какие-то шпажки, проволоки. Немного больше у меня времени занимает, чем я планировала. Поэтому сейчас попробую ускоряться. Сейчас я леплю ноги для робота. Я ему сделала уже ноги по колено. И сейчас леплю ступни. Мои роботы были не такие красивые, как у других участников. Я пытаюсь присоединить руки. Вроде получилось. Вот. Такой чувачок. В тулоща своего робота я прям воткнула трубку. Потом трубки у меня еще в руках. Я это все воткнул, воткнул. Сосиска. Тебе сейчас лучше заняться тортом. Потому что он должен быть к ним припитаться. Поэтому я начал собирать свой торт. Я покрасил свой белый крем в желтый крем. Обмазываю бока, как у Рината. Я молодец. Все полуфабрикаты у меня получились замечательные. Никакого брака у меня не было. Я его также покрасила в яркий желтый цвет. Также были обязательным условием мелкие детали. Какие-то детали были из посыпки. Со сборкой торта у меня было вроде бы все в порядке. Но когда я начала его выравнивать, пошло что-то не по плану. У меня немного не получается, потому что бисквит был последний растресканный. И поэтому что-то происходит непонятное. И крем начал собирать все крошки с торта. И это выглядело не очень. Сейчас пытаюсь хоть как-то это разровнять, чтобы было похоже на торт Рината. Сейчас я делаю гаечку. Она у меня получилась серая, вот такая вот. И все. Ну, получилось как получилось. Вроде бы нормально, поэтому все нормально. Время вышло. И прямо сейчас юным финалистам предстоит продемонстрировать свои торты Ринату и звездному заказчику. Я с огромным удовольствием приветствую вас, юные таланты, на финальной дегустации. Браво! Браво! Молодцы! Ринат Лемарович, как приятно видеть здесь еще школьников, но уже профессионалов. Я верю, что вы сегодня приготовили вкусные десерты и смогли повторить этот неподражаемый декор. Итак, громкими аплодисментами встречаем в нашей сладкой студии популярнейший певец Ваня Дмитренко. Браво! Приветствую, приветствую, Ваня. Здравствуйте. Приветствую, приветствую. Олечка, поцелуй. Обычно ее с двух сторон целуют, понимаешь? А ты вот с одной. Мы закончим, поцелуемся с другой. Здравствуйте, ребята. Мы рады приветствовать тебя в нашем сладком мире. Ты чувствуешь, как здесь пахнет шоколадом-ванилинчиком? Да, очень. Хочу тебя поздравить с днем рождения. Спасибо большое. И вручить тебе твой торт. Прошли, покажу тебе. Обалдеть. Ты доволен результатом? Очень доволен. Но я уверен, что ты будешь сейчас еще больше доволен, увидя работы моих юных последователей. Итак, Ваня, мне известно, что ты не очень любишь сладкое. Ну да, это так. Но если мне реально понравится, Яшке, я же не буду врать. Я сразу скажу, что мне понравилось. Сейчас увидишь, что каждый торт нашего участника – это феномен. Хорошо. Ваня, итак, ты готов удивляться? Готов. Мы тоже готовы. Готов. Ольга, ты готова? Я всегда готова. Нет, ты готова. Я готова. Я тоже. Прямо сейчас я назову имя первого участника, который с достоинством представит точную копию этого торта. Тамара. Открывай. Поддержит, поддержит. Вот это бомба. Я презентую свой торт «Атака». Почему он так называется? Потому что два робота решили приземлиться на эту желтую планету. И они не очень удачно сюда приземлились и немного его поломали. Но попробовав его, они поняли, что он очень вкусный, потому что в его составе классический бисквит, смородиновая начинка и шоколадный ганаш на основе темного сыра. Это шоколадный ганаш. Я ничего не понял. Поверь мне, это потрясающе. Тут есть некоторые дырочки, потому что роботам очень понравился торт, они вот немного поели. Вань, прокомментируй внешний вид изделия. Блин, это очень круто. И еще мне очень нравится то, что ты придумала сюжет, типа, что это там вот приземлились, отземлились. Очень круто. Ольга. Я вижу уже эту картину. Необитаемая была планета. Вот эти два робота свалились и так неудачно свалились, что проткнули себе все части тела. Тамара, режем. Ну, неплохой разрез. Тамара, напомни, что у нас внутри. Белый бисквит, шоколадный крем. И смородиновая начинка. Черная или белая, или красная? Черная. А зеленый цвет откуда здесь? Зеленый, это, скорее всего, потому что крем был на темном шоколаде, и при смешивании с желтым получается вот такой вот грязный цвет. Ну, опасный цвет, поэтому я дам дегустировать все-таки Ване. Вань, сейчас ты полюбишь наш сладкий мир. Ну, погнали. Готов. О, это вкусно. Серьезно? Да, это... Вау. О, обалдеть. Реально вкусно, я в шоке. Я не ем торт, реально. Да, попробуй. Серьезно? С совестими, конечно. Ну, ты, конечно, Ваня, заинтриговал. Заинтриговал. Это все, что ты попробуешь? Угу. Ну, кстати, и Тамара. Неожиданно. Обалдеть. Мне реально нравится торт, я просто шокий. А как ты сделал такой крем? Это ганаш? Обрати внимание, при том, что он плотный, он абсолютно эластичный. Правильно приготовленный. Он гомогенизированный. Приготовленный ганаш, да. Мне начинка очень нравится, хотя я не люблю, когда белый бисквит и темный крем, потому что мне визуально просто некомфортно. Но в данном случае очень вкусно. По правилам нашего проекта, человек, которому сделали торт, должен обнять нашу участницу, поблагодарить ее за торт. Спасибо всем большое. Да, да, да. Очень вкусно, правда, очень вкусно. А дальше у нас, кстати, твой конкурент, певец, человек с потрясающим вокалом, человек, который написал уже 11 студийных альбомов. Что? Да, вот так вот. Итак, Максим, открывай. Торт, посвященный Юлию Гагарину. Это правда? Это правда то, что все, что нам сказали? Правда. Правда. Тебе непонятно, с кем ты сейчас будешь общаться? Вот сейчас я понял. Хочу вам презентовать очень вкусный торт. Сливочный бисквит, шоколадный бисквит, крем-чиз и клубничная начинка. И назвал я его Чужая земля. А где второй персонаж? Второго, к сожалению, не успел. А помнишь, я говорю, что было два плюс детали, помнишь? Но давай посмотрим, что скажет звездный заказчик. Очень грустно, что ты не приготовил мне второго персонажа. Я уважаю этого желтого робота. Но вот если бы ты, конечно, приготовил вот именно того, красного, синий, я бы еще тебя простил. Ну вот только желтый, конечно, меня это расстроило. Ребята, ну вы накинулись на самом деле на Максима? Нет, подожди, я еще договорю, но мне очень нравится то, что, очень визуально мне нравится то, что торт ровненький. Вот. Я просто знаю, что Максим, он все свое время уделил изготовлению вкусной и качественной начинки, правильно? Естественно. Мы видим нереально крутой разрез. Пора с этим заканчивать. Режь, Максим. О-о-о-о! Максим, ну разложил, так разложил. Ну ничего себе! Все очень большое такое. Да, это прям называется царство хлебного мякиша. Это что значит? Это означает, что в разрезе я вижу городскую булочку, это бородинский хлеб, это городская булочка. Ты что, как ты это увидел? Вот так. А сейчас ты это попробуешь. Обратите внимание, Ваня не может разрезать этот торт вилкой. Я прав, Ваня? Ну вообще да, ты очень прав. Я можно попробовать эту часть? Это нужно, нужно, да. Мне уже не нравится послевкусие, которое оставляет торт. И очень жесткий. Короче, ну я из вкуса почувствовал, считай, только вот варенье, вот это клубничное варенье, да, наверное? А все остальное? Хлеб? Да, чем-то он. Вот попробуй вот эту, как будто шоколадную часть. Ну? Правильно я сказал, честно? Да, и все правильно. Ну, я помню торт Максима на кастинге, и он произвел такой фурор, а здесь что-то пошло не так. Блин, ну ты молодец, правда, спасибо тебе большое. Следующая участница. Несмотря на милое личико, Настя очень жесткая, волевая, настолько уверенная в себе, аж пугает. Это круто. Да, а теперь посмотрим, что нам Настя приготовила. Открывай коробку. Вот это удар по печени. Какие они коробки. Вот тебе и тихая девочка. Я его даже резать не хочу, если я знаю. Я хочу вам представить торт. Называется «Наповал». Желтый одержал победу, красный-синий, к сожалению, упал на эту землю. Вы можете видеть многообразие мелких деталей, подсветка, ну и, конечно же, начинка. В начинку входит сочный, мягкий бисквит, ванильный. Между бисквитами у нас карамельный крем с карамелью и также орешками. Ты воспользовалась готовым топпингом или сама сделала карамель? Нет, сама. То есть в этих условиях во время соревнований ты не побоялась делать сама карамельную начинку, понимая, что чуть-чуть передержишь, будет горчить. Да. Соль добавила? Да. Я в шоке, да, это круто. Это очень круто. Ваня, а как тебе внешний вид торта? Прям сходство есть, и это очень круто. И все вот эти детальки маленькие, даже эти крошечки. Детали, роботы, как ты все успела, карамель, я не представляю. Сложнейшая работа. Итак, вот он самый волнительный момент. Вау. Но, кстати, не вау. Нет, нет, это прям вау. Посмотри, да видно же. Видно же. Что видно? Как он сочный. Ты гениальная, конечно. Но сейчас попробуем. Ваня, пробуй. Соленая карамель. Я не люблю сиропы, но здесь вкусная соленая карамель. Это же так называется? Вкусненько. Ну, Настя. Хотелось увидеть другую начинку, если честно, и другой результат на выходе. Вот с такой уверенностью, с такими знаниями, которыми ты обладаешь, начинка могла быть побогаче. Все здорово, бисквит шикарный, карамель здоровская, орех, не размяк. Что касается карамели, молодец, хорошо, признаю, по соли ты попала. Но карамели самой мало. Это такая придирочка. Но я с тобой общаюсь как с профессионалом. Но ты молодец, держи. Спасибо большое, Ванечка. Итак. Варвара, устрой разрыв финала. Это роботы в черном лесу, потому что торт «Черный лес». Я люблю сочетание внешней шоколада. Классика. Шоколадный бисквит, пропитанный молочной пропиткой, шоколадный крем и вишню. Вань, как тебе внешний вид торта? Я можно подойду? Нужно, конечно. Это вообще круто выглядит. Просто это волосы или что это? Это шлем, наверное. Варвара, у тебя золотые руки. Как ты так слепила ежевику? Шутку, наконец-то понял. А можно, можно возьму ежевичку? Давайте резать. Вот это, вот это потрясный разрез. Я люблю такое. Вот вы знаете, я со своей стороны вот прямо чувствовал, что сейчас участница принесет самый вкусный торт. Я вижу бисквит нежнейший, пропеченный. И вишня сочная. Вишня сочная. Это хочется съесть. Попробуй. Он плачет. Нет, нет. Мне просто не нравится то, что там вишня. Ну, очень вкусный бисквит. Вот бисквит, правда, какой вкусный. О, какой насыщенный запах. Вот что я люблю. Ты туда кусочки шоколада запихнула? Да. Вишню ты запихнула в большом количестве. Возможно, стоило выбрать не такой плотный крем, тогда бы он пропитал бисквит. А так, в общем, вкусно. Именно тот случай, когда торт хочется есть и не останавливаться. Спасибо большое. Спасибо. И запивать это черным чаем «Эрл Грей». «Эрл Грей». Итак, Ваня, мы попробовали работы наших финалистов. Все четыре изделия достойны. Сейчас наша задача выбрать одного из вас, кто отправится в суперфинал. Итак. Скажу сразу, сначала мнения разошлись, но в итоге путем переговоров мы достигли абсолютно единогласного решения. Мы опирались и на вкус изделий, и на внешний вид. Только у одного финалиста и тот, и другой критерий оказались на должном уровне. Прямо сейчас вся страна узнает имя победителя, который отправится в суперфинал проекта «Кондитер-дети». Бороться за звание главного юного «Кондитера России» и полмиллиона рублей. Имя нового суперфиналиста... Настя, поздравляем! Поздравляем! Ты в суперфинал! Браво! Браво! Осталантливая девочка! Я в суперфинале, я очень счастлива. Я выиграла финал, выиграю и суперфинал. Мерден 20% Пол hijом! Открылся! Ком CPA